20 октября. Сегодня 24-й день Второй Карабахской, или как мы ее называем, Отечественной войны. Напомню, она началась 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль фронта. Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию и завершилась она за 44 дня нашей великой победой. Наши отважные солдаты и офицеры под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева непрерывно наступали и освободили родные земли от 30-летней вражеской оккупации. Каждое воскресенье у нас в студии ветераны войны, члены семей шахидов, погибших героев. Сегодня я приветствую Руфата Салманова. Руфат, здравствуйте. Низкий вам поклон. Спасибо большое. Руфат, расскажите нам, пожалуйста, как начался ваш боевой путь во Второй Карабахской войне. Как вы оказались на войне? Наш путь начался в сентябре 2020 года. После того, как наш президент решил освободить наши земли, мы добровольно пошли в армию, на фронт. Потому что мы верили, надеялись в свою победу, мы верили в своего главнокомандующего президента. Мы знали, что его политика нас не подведет. Я на тот момент был отцом двоих дочерей, мать и жена. У меня ни брата, ни отца нет. Я добровольцем пошел. У меня семья не была в курсе, что я иду на войну. И мы попали в Гянджу. Оттуда тоже добровольцы, в передовую линию мы пошли. 72 человека добровольцем пошли в передовую линию. С гордостью пошли, с уверенностью пошли. Мы верили в наш народ, в наших товарищей, в нашего президента самое главное. Мы верили в его политику. И мы знали, что победа будет за нами. Единственное, что нас больше всего огорчало, это то, что мы теряли своих близких друзей, своих товарищей. Мы очень много видели крови, смертей. Мы шли вперед, мы верили, что победа за нами. Освобождение наших земель. Вперед только вперед. Я хотела спросить, когда уходили, вы говорите, что у вас семья, да? Да. Уходили, верили, что вернетесь с победой? Какие чувства были на тот момент все-таки? Я верил, что победа будет, но не верю, что я вернусь. Потому что с моим характером я знал, что я не буду находиться позади. Я буду идти только вперед. Самая горячая точка. С моим характером я знал, что я не буду сидеть на одном месте. На то, чтобы я вернулся, я не верил. Это чисто, не знаю, как произошло, чисто случайность, как бы сказать. Но самое главное, мы победили. В тот момент, когда мы были на фронте, на передовой линии, когда уже там сказали, что, мол, война закончилась, Азербайджан победил. Мы и гордились, и радовались. Радовались, и в тот момент такой гнев у нас был. Почему гнев? Потому что мы хотели только вперед. Мы не хотели сидеть на одном месте, так как в 92-й, 93-й, 94-й годы они много чего сделали плохого, ужасного для нашего народа. Мягко говоря, плохого. Мягко говоря, плохого. Очень много женщин, детей. Они замучили. И этот гнев, эта ярость, мы с этим гневом росли. И мы хотели вперед. Мы не хотели, чтобы война остановилась. Мы до последней крови, до последнего солдата хотели только вперед и вперед, чтобы как много, возможно, больше освободить нашу земель и убить наших врагов. Такая у нас была цель. Что для вас лично значит Карабах? Есть связь с Первой Карабахской войной? Может, кого-то из родственников потеряли там? Нет. В Первой Карабахской войне у меня не было никакой потерь, ни у меня, ни у моей семьи. Карабах — это для меня все. Это жизнь, это честь, это семья, это мать, это дети. Все. Так как в целом весь Азербайджан. Родина, чувство патриотизма. Вот вы говорите про свой характер. Мне интересно узнать, каким он был до войны, ну, я понимаю, что не мягким, и что изменилось после. Изменилось много чего после войны. После войны мы стали более нервными, у нас появляются потери памяти, необдуманные поступки, как бы. И более жестоким таким стал, более таким бессердечным стал. Но это от того, что мы там увидели, то, что мы там пережили. Вот так. Наверняка теряли сослуживцев, что вы говорите об этом. Да, да. Нас только близко понимают наши друзья, которые с нами были на фронте. Даже семья не может нас понимать так, как они понимают, так как мы все это вместе пережили. Я хотел бы поговорить о Агайв Ниаз. Тоже добровольцем пошел на войну, на фронт. С первых дней до окончания войны он был рядом со мной. И хочу в кое-какой момент там сказать, короткий. Он, ночью его ранили, противник его ранил снайпером. Утром мы пошли опять в наступление. Утром, когда мы наступали, у него за спиной шла кровь. Пыля пробила его брожилет. И он не останавливался. Он поднимался на гору, на следующий пост армейский. И он не останавливался. И после того, как командир накричал на него, что кто-то такой, ложись, тебе нельзя идти, у тебя вся спина в крови. Он после этого, после приказа командира, он остановился. Но пуля до сих пор в нем не смогли еще вытащить, потому что там такой момент, что нельзя его вытаскивать. Опасный момент. На плохом месте. Несмотря на это, он плакал, он говорил, не оставляйте меня здесь, я хочу вперед, я хочу вперед, я хочу вперед. Также у меня был друг, товарищ, он был в плену, раненым был в плену. Все наши солдаты, все мои боевые друзья, все, однозначно, все в раненном попали в плен. Ни один из азербайджанских солдат не покидал пост, не складывал оружие, не отходил назад. Ни один, ни один. Но из противников я видел, как они оставляли своих товарищей, раненых, умеревших и убегали. Даже был момент, когда один из них убегал в радиусе 75-80 метров, он бросил свой автомат, чтобы легче было бежать, и он убегал. Я на русском даже его обругал, что хоть 10-15 процентов возможности нет. Они потому что воевали не за честь, они воевали там, знаете как, принужденно. Их заставляли. Это совершенно разные вещи. Несмотря на то, что у них были посты, они все это продумали, они там просто не сидели 30 лет, они готовились к войне. Мы наступали, нам было тяжело наступать, потому что мы не знали эту зону, а они там были. И несмотря на то, что нам было тяжело наступать, мы шли, а они убегали. Мы шли, а они убегали. Потому что они боялись крови, они боялись смерти. Им важна была жизнь, а вам Родина? Естественно, нам Родина, мы о жизни не думали. Руфат, расскажите, пожалуйста, о ваших медалях и где вы встретили окончание войны. Медали у меня за Родиной Физюли, Джабраэль, Ходжаванд. В последнем бою в Ходжаванде полтретьего ночи пришел приказ о прекращении войны. Мы тоже удивились, что такая тишина. Беспокоились, что почему такая тишина, потому что мы не видели там несколько дней. Тишины вообще у нас не было. И думали, что, может, они опять перешли в наступление ночью. Но оказалось, что война прекратилась. Естественно, мы одним глазом радовались, одним глазом смеялись. И искали своих товарищей, кто остался в живых, кто в плену, кто ранен. Наши глаза только это искали. Но было чувство огорчения, что мы хотели вперед. У нас такой девиз, что не трогай нас, не трогай на тебя. Не надо было нас трогать в 92-м, 93-м, 94-м годах, чтобы не пережить то, что они сейчас пережили. Это еще мало для них, я так скажу. Ну и в целом на протяжении истории. Хотела спросить, чем вы занимались до войны и после? До войны я работал в фирме, экспедитором. После войны я работал в социальной сети. Потому что физическое здоровье не позволяет работать нормально. Но не жалуемся, хорошо все. У вас были ранения? У нас были ранения. Я получаю пенсию. Государство обеспечило меня домом, пенсии. И все это у нас смотря на сторони хорошо. И хотел еще задать вопрос. Даже не задать вопрос. Я спрашиваю, допустим, когда семьи шахидов бывают, которые гордятся тем, что сын погиб за родину и живут этим. Есть те, у кого боль не стихает ни на минуту. Что бы вы могли сказать таким семьям, родителям, их близким? Как поддержать? Это самая наша трогательная тема. Есть мой помощник, тоже стал шаидом. Я каждый праздник в марте на Новый Русбайр я еду к ним, со семьей остались у них. Мать меня обнимает, целует, как будто вспоминает своего сына. Есть также со старшей еда Солнцевой Юлия. Дмитрий Солнцевой. Дмитрий Солнцевой, да. Она никак не может смириться с потерей своего брата. Тоже добровольцем пошел за наши земли, стал шаидом. Она и наша сестра считается, и моей сестры, и все Азербайджаны. Это такой вопрос, что они просто не смирятся с этим. Очень тяжелая боль, несмотря на то, что все они гордятся своими близкими шаидами. Так же, как мы гордимся, мы и гордимся. Мы, не знаю, там, осуждаем друг друга, что почему мы не смогли помочь. Потому что не было таких шансов помогать. Абсолютно не было. То, что предназначил Господь, мы это не можем изменить. Нам тяжело. Нам сейчас здесь находиться тяжело. Возвращаться к семье тяжело, так как мы хотели, чтобы все они были рядом со своими семьями. Чтобы те, которых мы потеряли, сидели всегда с нами. На праздниках, на вечеринках и так далее и тому подобное. Нам очень тяжело. И мы тоже не можем смириться. Дай Аллах всеми шаидам терпение. Это самое необходимое для них. И здоровье. Да, это очень сложная тема. Об этом сложно говорить. Мой последний вопрос. Вы гордитесь собой. Вы понимаете, что вы в числе тех, кто написал историю. Отечественная война, вторая карабахская, она принесла нам победу. То, чего так долго ждал весь азербайджанский народ. Это действительно история. Мы все стали свидетелями, а вы непосредственно ее участник. Чувства гордости, как сказать, нет у меня. У меня чувство долга есть. Я должен был, как любой азербайджанец, я это сделал. Чувство патриотизма есть. Чувство гордости у моих детей, когда я иду на их предприятие в форуме, на праздники. У моей семьи, у моих близких, у моих товарищей. Но я этим не горжусь. Я горжусь нашей победой. Но участие это был мой долг. Участие это мой долг, и это не горжусь. Это долг, это обязательство. Руфат, вам огромное спасибо еще раз. Мы очень гордимся нашими ветеранами войны. Мы выражаем огромную благодарность семьям шахидов. И желаем скорейшего восстановления всем раненым, кто сейчас проходит лечение и реабилитацию. Спасибо вам огромное еще раз. Мы в вечном долгу. Мы чтим память героев, погибших в Отечественной войне и выражаем бесконечную благодарность нашим ветеранам. О своем боевом пути в Отечественной войне нам рассказал Руфат Салманов.